Южный Кавказ выводится на другой уровень. После переговоров с Пашиняном и Алиевым глава Евросовета Шар и Мишель заявил журналистам, что стороны решили запустить процесс по заключению мирного договора и создать совместную комиссию по делимитации. Вместе с тем, он затруднился обозначить сроки подписания договора между Арменией и Азербайджаном. Слова Мишеля о том, что о сроках подписания говорить рано, указывают на то, что в Брюсселе вопрос урегулирования был поставлен на паузу. За день до встречи госсекретарь США Энтони Блинкен, который, кстати, в момент встречи Пашиня Налиев был в Брюсселе, сказал, что сейчас не время для эскалации в регионе, указав, что еще следует привлечь Россию к ответственности за войну в Украине. А после визита в регион действующего председателя ОБСЕ Сбигнева Рау стало известно, что ОБСЕ пыталась восстановить минский формат, но война в Украине все изменила. В сообщении Евросовета о встрече говорится, что лидеры подтвердили необходимость соблюдения трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года и необходимость решения гуманитарных вопросов. Решено начать подготовку будущего мирного договора, в котором будут рассмотрены все необходимые вопросы. Решено также создать совместную пограничную комиссию к концу апреля по делимитации и обеспечению стабильной ситуации безопасности вдоль и вблизи границы. Обсуждалась и необходимость восстановления инфраструктуры, и ЕИС обещал для этого деньги. До встречи в Брюсселе Никол Пашинин заявил, что Баку отклонил все предложения Армении о зеркальном отводе войск для делимитации, о заключении соглашения до прокладки коммуникаций, о международном мониторинге и рассмотрении прав населения Арцаха. Очевидно, что в сложившихся условиях присутствия России в сопредседательстве Минской группе ОБСЕ и трехстороннем русско-турецком формате не может считаться актуальным. Евросоюз и США вырабатывают формат без России. Продолжение следует...